микрофоны отложены штатив пустое что это значит правильно пилился видос а про что правильно про самодельный разбрасыватель удобрений для посева горчицы абсолютно бесплатный друзья всем привет в общем часть огорода убрана помните да какой здесь был бурьян над картофаном сейчас ничего нет вот решил я засеять его горчицей никогда мужики никогда в жизни я не сел на своем участке сидираты и в этом году решил попробовать что это такое и как это все дело работает ну соответственно разбрасывателя удобрения этих у меня нет вот а руками что-то не очень хочется поэтому сейчас буду изобретать разбрасыватель удобрений как говорится из того что есть в общем кому интересно друзья оставайтесь на канале смотрите видос до конца может быть кому-то будет полезно кто-то и сэкономит себе тысячу полторы две две с половиной все буду делать абсолютно из подручных материалов которые есть у меня в мастерской вот такие дела ладно хор и ля ля погнали в мастерскую для моей самоделки понадобятся мне вот такие вот лидерочки это вот на тысячу миллилитров будем говорить на килограмм можно конечно взять и вот такие ведра из-под краски фасадной дали что-нибудь такое можно из этого сделать кому покажется мало но от этого суть не поменяется конструкции они есть прозрачные есть вот такие вот непрозрачные да вот эти будут покрепче эти очень хрупкие они вот трескаются просто капец возможно буду частично такие использовать сейчас в общем посмотрим крышечка хорошая наверно такая желтенькая покрепче чем вот эти эти ломаются из инструмента ножницы по металлу кусочек как он металла моем случае это оцинковка можно использовать кровельный там я не знаю лист то чего угодно ну желательно конечно жестяночка вот нашел вот такой старый пистолет для пены мне понадобится мужики трубочка с него в принципе в принципе все что мне нужно займет вот это по большому счету примерно где-то сборка около получаса ну так как я снимаю это все дело на камеру у меня чуть подольше займет потому что надо еще бла-бла-бла рассказать что к чему и почему возможно кому-то пригодится так ладно первым делом сейчас откручу трубку и прочищу ее трубочку разобрал прочистил ее полностью при помощи сверла длинного плюс еще прогнал вот такой шпилька шпилька это шестерка как раз таки она здесь будет работать но сейчас обо всем по порядку подобрал мужики сюда гаечку с такой же точно резьбой два ведра буду использовать вот такого плана непрозрачные потому что они мне нужны чтобы пластик был мягкий и не хрупкий вот определяюсь кто будет где смотрю на просвет этого мало расстояния здесь до дна и меня их мужики местами фирмы разные заводы разные вот он плотненько входит прощупываю здесь где-то порядка полтора где-то сантиметра зазора остается в общем то что мне нужно может сантимчик вообще идеально значит беленькая будет у меня бункером а вот это разноцветная будет дополнительно ну сейчас увидите в общем там есть в центре видно до пятачок который указывает что это центр это центр вот сейчас там я и просверливаю отверстие так чтобы вот эта трубочка резьба прошла мужики потом я за контролю гайкой вот такие вот дела все очень просто так трубку прикрутил там подложил тоненькую шайбочку чтобы была площадь опоры побольше с этой стороны просто гайками она вот так вот вровень за подлецом прикрутилась строго по центру и чтобы вот вот эту исключить болтанку мужики подбираем крышечку такую буду использовать белую она не хрупкая чем не нравится поэтому также просверлился в центре центра центра видно вообще исключительно здесь вот вот эти вот пятаки торчащие не просто идеально дают центровку вот и вырезал вот такой вот мужики окно под загрузку можно было его и не делать но тем не менее теперь все это дело вот так вот одевается плотненько и защелкивается но сейчас пока защелкивать не буду потому что буду все-таки дальше продолжать и все и трубка перестала шевелиться здесь давление никакого на нее не будет это чисто для поддержания для центровочки вот и все вот как-то так дальше 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 будем работать с металлом далее мужики замеряю диаметр вот этого дана ну по внутри примерно выходит 10 сантиметров плюс минус в общем сейчас из металла буду вырезать три круга размер будет у меня на пол сантиметра меньше девять с половиной так чтобы чуть поменьше чем внутрянка по пару миллиметров этого будет достаточно почему три сейчас все покажу соответственно чтобы циркуля у меня нет буду использовать штанги сейчас 95 делю пополам выставляю нужный размер и на металле как циркулем отмечаю три круга один будет необычным и так дальше вырезал 33 таких кругляка вот он центр он еще не просверленный просто терном накернил сейчас это дело просверлю вот вот эту шпильку шпилька это мужики шестерочка в моем случае так 2 такой же вот он падает на дно и там есть по пару миллиметров зазор с каждой стороны то есть то что мне нужно чтобы он был не меньше точнее не больше чем вот это вот вот это дно с этой стороны и сделал такая же такой же кругляк только вот такие мужики язычку здесь просверлился по центру и просверлился стороне сверлил китайским таким ступенчатым сверлом вот это вот это вот отверстие которое не по центру произвольное даже даже не меряю сколько она там где-то примерно смотрится зацепилась так 16 на 16 по центру на 14 получилось из-за того что мне нужно чтобы вот этот шестигранник за ранее проходили через него но не были при этом большим чтобы свободно вот так вот дальше ведре ну это уже сделал покажу ведре с одной сторон сделал вот такую прорезь но только получилось это для вот этого язычка сейчас я соберу это все дела и покажу то есть когда вставляем все это дело одной рукой чуть неудобного с этой стороны вылез язычок это для дозировки то есть в одну сторону когда я буду поворачивать вот это отверстие будет открываться в другую сторону она будет его закрывать то есть такой дозатор получился все продолжаем дальше сейчас это дело соберу и покажу уже как оно должно быть примерно самое интересное все впереди и так поставил трубку поставил заслонку все это дело и выглядит вот таким образом здесь прорезь маленькая ничего не высыпется рану вы большие поэтому так это все дело будет работать открываться и закрываться чтобы вот это вот не было вот этого эффекта то есть чтобы она вот так вот не хлябала мужики нашел какую-то пружинку откуда она я не знаю но она подходит и проходит через вон ту гаечку которая там дальше кусочек начнику стоит шайба по размеру подходящая и кусок резинового шланга этот я не знаю как что за размер но тем не менее он сюда плотненько налазит и просто я прижимаю и все и все и вот это и теперь вот это заслонка она не поднимается не хляба это стоит по над самым самым дном и работает также также работает можно было пружинку не ставить ну какой-то кусочек трубки или другой резинки по чуть побольше но надо ее прижать вот как-то так трубка это прикручено кто забыл дальше дальше делаем нижнюю часть лопастя будем делать последнюю очередь уже по факту сейчас делаю нижнюю часть защиту или как ее правильно назвать я не знаю в общем второе ведерко сейчас вырезаю нужное мне окно и там посмотрим так продолжаем второе ведерко вырезал вот такой вот прорезь она не идет через центр здесь вот начинается и вот сбоку заканчивается в стороне центра произвольная не ровно половину произвольное расстояние даже не мерил отдел ведро на ведро вот таким вот образом зажал его и канцелярским ножом вырезал сначала по над дном а потом по надо дном второго ведра и все это дело получилось друзья ровненько сейчас его ставлю сразу соединить на на секундочку так поправил так как не нужно в общем и задавливают это ведерко одеваю друг на друга таким образом чтобы вот это вот прорезь которая для язычка для дозатора было снаружи то есть не мешало выглядеть будет это все примерно вот таким вот образом а сейчас яркие полки волос все это дело будет снаружи регулироваться потом ее загну так как мне нужно вверх поставлю вот такие вот мужики дела все теперь изготавливаю сам разбрасыватель а лопастя точнее просверливаю сейчас на 6 2 отверстия 1 будет целая а из на другой мужики я сделаю 4 лопасти для разбрасывания и соединю бутербродом и так далее одну расчертил через центр 2 просто просверлена она мне понадобится в конце при сборке в общем шайбочка который будет прижиматься вся эта конструкция отметил один этом чтобы не мешало от меня сделал отметки накернил все сейчас буду вырезать лопастя из этой но не дальше чем эти отметки чтобы повторюсь шайба проходила мимо и была возможность прижать ее по площадь по площади все лопастя буду вырезать в стороне а сгинать по этим линиям так чтобы они проходили через центр я думаю понятно вот мужики расчертил лопастя а а теперь буду это дело вырезать я думаю абсолютно не сложно это я делаю чисто под свою селку вырезом сам разбрасыватель вот так это все дело друзья выглядит вот такие вот вырезали стоит треугольнички можно тогда назвать полумесяц и я не знаю все теперь сейчас сгинаю лопастя и они будут проходить строго через центр ничего сложного нет ну вот такой вот друзья вентилятор получился лопастя проходят через центр я думаю понятно вышина ну по крайней мере делал под ведерко но если будут длинные я их подрежу вообще вплотничок сейчас разберемся из большего меньше всегда можно сделать то есть это я уже буду подгонять конкретно по месту именно вышину загинал таким образом чтобы все это дело работала вот так вот именно вот этим углом разбрасываем можно было согнуть и в другую сторону но мне так показалось удобнее второй блин все это дело сейчас соединяю вот таким вот бутербродом стягиваем на шпильке и получится вот такая вот мужики конструкция ничего сложного на как то так обычная обычная . чуть большего размера как дистанция подрезал лопастя так чтобы они у меня нигде не цеплялись не касались тут уже все собрано лежишь все таки гаечка торчит не забываем собираем весь этот друзья бутербродик получается получается вот так все осталось теперь поставить нижнюю часть ну вот мужики в принципе разбрасыватель готов дозатор я думаю видно который будет подавать находится здесь плюс сами лопасти вот они вот все это дело будет вращать мужики шуруповерт обрезал шпильку нужной длины все это зажимается в патрон мне просто удобно держать шуруповерт вот таким вот образом можно было сделать это все снизу кстати снизу также просверлил под гаечку гаечка здесь вот такая мужики закрытого типа чтоб она случае чего не торчало захотел сделал так ну и все можно будет выбрать скорость разбрасывания то есть набрал можно будет сделать какое-то крепление закрепление закрепить до шуруповерта просто опустить вот так вот руку вниз и вот таким образом пройти разбросать но даже можно и придержать везер очка никаких проблем и надо вот так все просто друзья вот такой вот разбрасыватель удобрений здесь где язычок вот этот вылазит щель минимальная мне кажется даже морковку можно сеять но это так образно выражаясь на килограммчик в моем случае все очень просто ну а работает эта штука или нет друзья я покажу когда буду сеять сидираты в данном случае в моем случае это будет горчица поэтому кому интересно будет вторая часть все всем пока с вами был санек всем мира добра скоро увидимся